озвучивать по мере возможностей. Владимир Осечкин у нас на прямой связи. Владимир, здравствуйте. Добрый день, Вадим. И приветствую всех наших уважаемых зрителей и подписчиков. Давайте начнем с новостей об освобождении Никиты Белых. 8 лет. 8 лет он провел, от звонка до звонка. Что вам известно об этом деле? И следили ли вы за его судьбой? Ну, в данном случае мы видим, что Никита выжил. Он, наверное, не должен был оказываться в местах лишения свободы. В целом он как раз одним из первых был таким человеком, который входил в орбиту тех людей, которые были либералами, которые были оппозиционно настроены, которые поддерживали Алексея Навального и новую волну оппозиции. Его показательно за это репрессировали, посадили и, собственно говоря, держали в заложниках долгое время, лишив и Алексея Навального, одного из своих коллег и сторонников. Но в целом это был очень такой показательный сигнал, когда тех мэров и губернаторов, которые проявляли некое сочувствие или симпатию к Навальному, к ФБК, к новой волне оппозиционеров, их очень быстро всех запугали с тем, чтобы больше чиновники не думали каким-то образом сотрудничать с российской оппозицией. Так что здесь можно его поздравить с освобождением. Но, конечно, он вышел совсем в новую реальность, и он к ней вряд ли был готов. Он, кстати, сказал о том, что хочет познакомиться с новостями, информацией, потому что был практически отрезан, изолирован, интернета не было, телевизор там тоже уже, как я понимаю, сократили. И в последние месяцы ему даже письма не приходили. То есть он фактически из вакуума информационного выходит сейчас, чтобы ознакомиться с тем, что происходит. С одной стороны, да, его пытались информационно огородить. С другой стороны, конечно же, сорока на хвосте всё равно новости приносит. Просто попробуем поставить себя на его место. Ты в целом понимаешь прекрасно всё про нынешний режим. Ты садился в одной России, вышел в другой России, где уже и война, где уже и твоих знакомых и друзей запросто могут посадить и убить. Как тебе это комментировать, если ты уже провёл там 8 лет и прекрасно понимаешь, что за шаг влево-вправо прыжок на месте будет квалифицировано как попытка побега и, может быть, расстрел, а может быть, что-то и похуже. Поэтому его можно понять. Это такая защитная реакция. Взять время на раздумья, проанализировать, не спешить с какими-либо выводами, не горячиться и не подставлять себя под очередное уголовное дело. И в то же время Никита Белых провёл 8 лет в тюрьме. Его обвиняли в получении взятки. Там такая мутная история. Есть политический след. На это тоже указывают. 8 лет от звонка до звонка. Люди, которые занимались пытками в Иркутской колонии, выходят по УДО спустя полтора года. Это как раз уже дело, которым занимался проект «ГУЛАГу.нет». Вы как раз разоблачили этот пыточный конвейер. Это история, которая имела мировой резонанс и вышла далеко за пределы Российской Федерации. И вот, 8 лет человек просидел за... За экономику. Без возможности условно-досрочного освобождения. И рядом садисты, которые рулили бей-бригадой, которая по их команде била, пытала, насиловала, разрывала людям задние проходы. В общем, не буду в прямом эфире деталей и подробностей этого страшного уголовного дела озвучивать, скажу лишь одно. Это просто говорит о том, что вся вот эта вот нынешняя следственно-судебная система, она квалифицирует в Синовских садистов как дружеский им необходимый элемент, которому они проявляют как свой к своему избирательный гуманизм. Сказал что-то не то, посадили в тюрьму. Продолжаешь говорить что-то не то, как делал Навальный, дальше общий, строгий, особый режим и, соответственно, дальше уже на погост. Здесь наоборот, ну ничего страшного, попытал, понасиловал, ну давай, по-два, освобождайся. Причем их сразу группы держат. То есть это говорит о том, что федеральная служба исполнения наказания поддерживает садистов, защищает садистов и считает, что они молодцы, потому что если бы они вдруг начали давать показания на полковников и генерала Сагалакова, который и давал команду вот эти жестокие методы притворять в жизнь, тогда бы уже, соответственно, у них бы у всех было организованное преступное сообщество, гораздо более длительные сроки лишения свободы и так далее. А они не сдали нынешних генералов, которые руля в СИН. Я сейчас говорю про Сагалакова, который до сих пор продолжает руководить ГУВСИН России по Иркутской области и его ближайшего там человека, крышу, который занимает пост первого заместителя директора СИН России Валерий Бояринев. Они вместе с Сагалаковым, еще там с Хакасией, с Красноярска вместе творили ужасы. Но вот здесь, в данном случае, тех, кто не сдал Сагалакова, подельника Бояринева, Бояринев вытащил, обеспечил принятие вот этих вот решений об условно-досрочном освобождении. Это говорит о том, что в целом система, она работает только по формальным признакам, а по сути дела, если смотреть тот же институт условно-досрочного освобождения, он фактически не работает. Те, кто действительно должны освобождаться и кто не опасен для общества, если они не платят взятки, если они чужие системы, они будут сидеть от звонка до звонка, даже по экономическим преступлениям или по политическим. А если люди творили страшное зло, но при этом не сдали своих кураторов и руководителей, система их будет защищать. Беспредел, полное зазеркалье, позор о России в нынешнем варианте. То есть получается, что там была некая договоренность, что им сказали посидите там год-полтора, а потом мы вас вытащим. И они вот, собственно, этим сейчас и занимаются. Безусловно, безусловно. Сидите, молчите, не давайте показаний, не давайте свидетельских показаний на руководство ГУФСИН, всё будет ок, мы вас вытащим. Ну вот, вытащили, показали. Но это на самом деле это преступная система. Это один из признаков преступности самой ФСИН. Мы вообще сейчас вот последние полтора года, проводя наше независимое расследование, мы всё больше и больше склоняемся с большей частью наших коллег-экспертов, о том, что нужно ставить перед международным сообществом и перед международным уголовным судом и перед комиссией ООН и под Советом безопасности ООН вопрос о признании ФСИН и ФСБ преступными организациями. Потому что, очевидно, они действуют как самые настоящие преступники и действуют систематически и по отношению к украинским пленам, и по отношению к российским заключённым. А что касается вот этой трагичной судьбы, давайте, если позволите, упомянём, жертва, человек, которого били, пытали, насиловали, Тахержон Бакиев в колонии номер 6 ФСИН по Иркутской области. Он ушёл из жизни, он не смог пережить это всё. Сначала, когда мы его поддерживали, на него начали оказывать мощное давление, мы связались с его женой, с его сестрой, в общем, вовлекли в защиту Антона, ну, там, Тахержон, его там между собой звали Антон, в защиту Антона и его родственников, и адвокатов, и местных правозащитников, и эта история действительно гремела. А потом к нему начали приходить различные оперативники, прокуроры, следователи, которые начали говорить, что давай, ты прекратишь общаться с «ГУЛАГУНЕТ», давай ты откажешься от адвокатов, которых тебе предоставляет команда «ГУЛАГУНЕТ». Дошло даже до того, что его вынудили записать видеоролик, в котором он нелицеприятно отзывался о своей жене Анастасии Бакиевой, которая его очень сильно поддерживала. То есть его психологически, конечно же, надломили, задавили, подкупили, возможно, каким-то там гуманным отношением, возможности условно-досрочного освобождения. В результате, по сути дела, его, добившись от него прекращения взаимодействия, сотрудничества и с нами, и с адвокатом, и с его женой, в результате оставили его одного, а дальше потом довели его фактически до суицида, и это преступление тоже до сих пор не раскрыто и не расследовано. А если чуть дальше ещё про историю копнуть, как его вообще в тот момент спасли после жестоких пыток и изнасилований, там сначала московская проверка приехала после наших публикаций о пытках в отношении Тувинца Кижика Андара, внутри которого взорвался кипятильник. И когда московская проверка приехала, то так получилось, что в дни проверки истахержённым Бакиевым тоже было совершено вот это особо тяжкое насильственное преступление. И чтобы московские проверяющие его не обнаружили, садисты, вот как раз которых сейчас по УДО освободили, совместно с капоразработчиками, вот этими активистами, они его затолкали под шконку, закрыли его большими сумками и баулами, с тем, чтобы скрыть его от проверки, а его пиджак с его данными надели на другого заключённого, чтобы обмануть проверяющих. И лишь один из сотрудников колонии номер 6 догадался, написал нам на горячую линию ГУЛАГУНЕТ это сообщение. Мы тут же это передали всё через Андрея Бабушкина и через ещё через один канал связи тем, кто выезжал в тот момент с проверкой. И они повторно вернулись в отряд, разрыли эти сумки и обнаружили там человека, который через несколько часов погиб бы от перитонита, потому что после того, что с ним сделали, у него внутри началось кровотечение, загноение, и он чуть не погиб. Тогда в тот момент нам удалось его общими усилиями спасти. Но, к сожалению, система настолько жестокая и бесчеловечная, и настолько они умеют обманывать, завораживать заключённых, подкупая их тем, что ну эти-то там, где-то во Франции, а мы здесь рядышком, мы тебе поддержим, поможем, давай будешь с нами. Но вот в результате мы видим всё уродство вот этой поганой системы, которая ещё раз, я думаю, что, наверное, в этом году нужно будет обоснованно ставить вопрос о признании в СИН преступной организации. Что касается украинских военнопленных, мы видели кадры, мы с вами обсуждали освобождённых украинских солдат, там как кадры, как будто из немецкого нацистского конституционного лагеря. Что сейчас, кто вам известно о тех, кто ещё остаётся в заключении в России? Это многие тысячи граждан Украины, часть из них это военнопленные, часть это гражданские, которых задержали и похитили с территории Украины и силой доставили и пополнили тем самым обменный фонд и их удерживают. В отношении них массово нарушаются права человека. Вообще практически у них никаких законных прав де-факто нет. Де-юре их должна защищать Женевская конвенция, их должны посещать ООН и Красный Крест, им должны предоставлять медицинскую помощь, обеспечивать безопасность и так далее. В реальности всё намного хуже и страшнее и нету никакого знака равенства между тем, как Украина относится к россиянам в плену и как Россия относится к украинцам. И в данном случае, при том, что многие правозащитники и мы в том числе поддерживаем идею обмена всех на всех и скорейшего возвращения украинских пленов в Украину, к сожалению, сам по себе вот этот обмен всех на всех уже не может быть возможен по причине того, что у нас есть целый ряд свидетельств и от тех, кто освободился из плена, и от тех, кто внутри системы проходит службу и присылает нам информацию о том, что достаточно большое количество есть тех людей, украинцев, которых замучили и запытали в российском плену, и просто они уже никогда не вернутся в Украину. это очень страшная система, это длящиеся преступления против человечества и человечности и есть признаки геноцида, и я уверен, что и в СИН со временем после большого расследования будет признана преступной организацией, и те, кто рулит этой пыточной системой, а в первую очередь это, конечно же, это генералы и полковники ФСБ, в СИН не действует самостоятельно и независимо, все они станут фигурантами ордеров международного суда либо трибунала. Вот проект «Генерал ФСИН», который сейчас запускается в Телеграме, я так понимаю, что это новый проект, в котором также будет обобщаться, собираться информация о том, что происходит. Как мы сейчас это видим, я думаю, что те люди, которые обладают большим количеством документов, они ждали от нас, от ГУЛАГу нет, что мы начнем это все как Викиликс вываливать большими массивами. С учетом того, что у нас есть определенный опыт, мы понимаем, что нам очень важно все внимательно анализировать, перепроверять, и мы точечно то, что нам необходимо в нашем расследовании публикуем. Поэтому, как я понял, в общем, те, кто присылали нам информацию, не дождавшись от нас вот этого мощного слива, они начинают сейчас все это дело вываливать в интернет, публиковать. Очень много из этого интересно, особенно вот эти вот, я сейчас перед эфиром буквально прочитал несколько оперативных сводок, которые готовятся директору в СИН ежедневно, то есть это, конечно, это инсайт такого первого уровня, такого никогда раньше не было, и я думаю, что через такие каналы все больше и больше будет выходить информация, так что, да, есть генерал СВР, теперь есть генерал в СИН, я думаю, что не сегодня, завтра, послезавтра, может быть, в этом году появится еще и генерал ФСБ канал, так что, в общем, год будет интересный такой на инсайды, мы в любом случае приветствуем всех, кто изнутри системы готов выходить из нее и предоставлять информацию, разоблачая то, что происходит там внутри, в застенках. Я больше того скажу, что, наверное, 70-80% любого успеха, любого независимого расследования связано не с нашим уровнем интеллекта или эмпатии или приверженности делу, а связано, конечно же, с уровнем источников достоверности информации и ее объективности и полноты, как это было с Сергеем Савельевым, потому что мы с 2013 года на протяжении более 8 лет пытались разоблачить саратовский пыточный конвейер, но только получив вот этот золотой ключик в виде архива Савельева, мы смогли добиться того, чтобы те садисты, которые людей больше 10 лет били, пытали и насиловали, оказались сами в застенках и разоблачены. Кстати говоря, у них ситуация будет много печальнее, чем у иркутских палачей, потому что там раскрыты убийства в рамках этого уголовного дела и еще несколько новых убийств в рамках изучения этого архива будет раскрыто в самое ближайшее время, так что у них вполне возможно вот этим саратовским садистам, которых сейчас Мособусу судят, будут назначать пожизненные сроки лишения свободы. По крайней мере, для этого все материалы есть, хотя мы видим, как эта система сегодня пытается защищать своих садистов. Но тем не менее, будем продолжать публиковать материалы. Тимур Иванов, ему продлили арест, вчера как раз было судебное заседание, ну, ожидаемо, наверное, или все-таки там могли быть какие-то изменения? И что с ним сейчас происходит? Тимур Иванов попал уже в ту яму, из которой выбираются через 10 с плюсом лет. В первый раз его на меру пресечения привозили в военной форме с вот этими большими какими-то маршерскими звёздами, которые они там сами себе там шейгу нацепили. Теперь он приехал как обычный московский заключённый в спортивном костюме, похудел, постройнел, видимо, лефортовская диета даёт о себе знать. Но теперь уже он наклоняется в позу буквы Г, чтобы услышать, что ему Мурат Мусаев в аквариум, в дырочку аквариума говорит. То есть это, конечно, такое с силового олимпа, с человеком, который был одним из руководителей российской армии, превратиться в заключённого. Это, конечно, очень большая, сложная для него метаморфоза, но, как я понимаю, ему оказывается психологическая помощь в СИЗО Лефортова. То есть, в общем, он держится. Я думаю, что не за горами пополнения в этом уголовном деле состава, генеральского состава. И как минимум, там два претендента есть, которые в обозримом будущем будут допрошены, а дальше их действия будут квалифицированы. По Руслану Цаликова уже решение принято. Указ есть о его отставке официальной. Всё, его больше погоны не защищают. Дальше сейчас идёт просто между этими коммерсантами в погонах и ФСБ Торг. Потому что на кону огромное количество миллиардов долларов и евро. Они располагают тысячами биткоинов, огромным количеством денежных средств в офшорах, в Москве. Они за последние 10 лет скупили огромное количество элитной недвижимости. У них есть офисные центры в Москва-Сити, дорогие, хорошие квартиры в элитных комплексах Москвы. Поэтому сейчас всё зависит от того, от степени уровня жадности тех, кто занимается оперативным сопровождением этого уголовного дела и кто контролирует опергруппу. Если эти генералы в данном случае побоятся брать на лапу, вполне возможно, что в июле-августе покажут новые задержания и аресты генералов. Если же в данном случае они поймут, что у Путина уже прошёл запрос на аресты генералов, он успокоился и будет сейчас заниматься в сторону дружбы с Северной Кореей и так далее, ну, может быть, здесь тогда какие-то ФСБшники из миллионеров станут мультимиллионерами, а может быть, миллиардерами. А какие-то генералы просто останутся в статусе свидетеля и отделываются просто лёгким испугом. А то, что племянница Путина назначена заместителем министра обороны Белоусова и, кстати, ещё и сын Фродкова Павел Фродков. Это бывший, я напомню, Михаил Фродков, бывший премьер-министр России, тоже назначен заместителем министра обороны. О чём это свидетельствует? Ну, это свидетельствует о том, что путинская элита просто недооценила Министерство обороны и масштабов, как можно воровать и как можно красиво жить на ровном месте. Они до этого почему-то думали, что нужно контролировать нефть, газ и так далее, а здесь просто нужно контролировать государственные контракты по военно-промышленному комплексу, по стройкам и так далее. В общем, они тоже хотят стать миллиардерами. Формально, конечно же, эта история про то, чтобы якобы там Путин будет наводить порядок и снижать уровень коррупции в Министерстве обороны, но судя по тем, кого он назначает, сами эти назначения по родству, по близости к Путину и к его окружению силовому говорят о том, что даже сами кадровые решения принимаются на основе личной преданности, лояльности, а это уже признаки коррупции и создают условия для большой коррупции. Плюс, конечно же, у всех его родственников и друзей тоже есть свои друзья, которым хочется получить какие-то интересные государственные заказы. У того же самого Андрея Белоусова, сын занимается так называемой там оптимизацией бизнеса, маленькая фирмочка, уже имеет государственные контракты на сотни миллионов рублей. Соответственно, дальше понятно, что контрактов будет у фирм, детей Путина и его окружения еще больше. Денег они еще успеют украсть еще больше. Ну, в общем, они будут продолжать. Они по-другому просто не умеют. Здесь еще как раз обсуждается в нашем эфире сегодня интервью Алексея Арестовича и Ксении Собчак. Не знаю, видели ли еще или не успели посмотреть? Нет, нет, пока еще нет, но интересно, конечно же, интересные метаморфозы у Алексея Арестовича. Вот как раз вы же в свое время давали интервью Ксении Собчак, именно у нее озвучивали историю с пыточными конвейерами. Как раз она была тем той, ведущей с миллионным каналом, на котором вы выступали. Да, если позволите, если у нас есть 2-3 минуты, я тогда расскажу предысторию. В тот момент, когда мы начали публиковать первые видео, первые кадры из Саратовской ОТВ-1, к этому, конечно же, большое количество миллионников из Ютуба, они начали, заинтересовались, и команда Алексея Пивоварова на нас выходила, какой-то материал готовила, и команда Ксении Собчак вышла на нас, и буквально взяв у нас какие-то контакты, они уехали в Саратов и начали снимать большой репортаж о том, что там происходило. У нас уже понятно, ни у меня, ни у Савельева, ни у нашей команды уже не было просто возможности своих ребят отправить в Саратов, нас бы всех задерживали и за что-то арестовывали. И тогда мне предложили сделать первое интервью мне и Сергею Савельеву с Ксенией Собчак. Мы согласились, потому что, и я сразу скажу, почему я и её команде это озвучил, и ей тоже повторил нашу мотивацию, и вам, наверное, в прямом эфире здесь озвучу. Я прекрасно понимал, что из всех российских миллионников ближе всего к Владимиру Путину Ксения Собчак. и мне важно было сделать так, чтобы это не прошло незамеченно для Путина, чтобы он не смог сказать, я этого не видел, я на это не обратил внимания, я не смотрел. Конечно, если его крестница прилетает к нам, и мы ей показываем все эти ужасы ГУЛАГа, но, по сути дела, это точно его ближайшее окружение посмотрит это сами, а Путин об этом узнает, поймёт, что это всё разоблачено. То, что в России пытают и убивают, для Путина не секрет. Он один из руководителей, первый, главный руководитель всех российских спецслужб, он прекрасно понимает, какие они методы используют против своего собственного населения. Но мне важно было засветить это публично. И как раз тот самый день, когда мы заходили с Серёгой Савельевым в Париже рядом с аэропортом Шарль-де-Голь в отель, где нас как раз ждала Ксения Собчак, они там сняли огромный зал, чтобы снять это интервью. Мне позвонил Юрий Дудь. И он, собственно говоря, предложил мне, чтобы он прилетел и снял об этом своё видео большое. И я ему честно сказал, что при том, что, конечно же, он наш любимый блогер-влогер, и понятно, что он там самый популярный с точки зрения просмотров, подписчиков и так далее, для нас приоритетом является вот эта история с Ксенией Собчак. И мы уже с её командой две недели находимся в моменте съёмок, и нам уже даже просто непорядочно будет её команду, которая там потратила большое количество своего времени в Саратове, им отказывать и разворачиваться, и ждать, когда Дудь прилетит в Париж. На что Юрий пожелал нам удачи, успехов. И даже потом он выпускал своё видение истории про пытки. Он упомянул, в общем, ссылку на «ГУЛАГУНЕТ» и на вот эту трилогию, которую Ксения Собчак сняла. И как бы кто не относился к Ксении Собчак, и что бы Ксения не делала до этой трилогии и не делала после этой трилогии, я ей, ей и её команде, и Серёже Ерженко, я искренне благодарен за то, что они и в Саратове отсняли, и в Иркутске отсняли очень важные материалы, не побоялись этого, при том, что мы были точно там в Апале и были в чёрном списке. И она прилетела после Иркутска в шоке в Москву и как раз попала на эту там, как она, горячая линия, прямая конференция, пресс-конференция Путина с участием. И, конечно, Песков с Путиным ждали от Ксении Собчак какого-то удобного вопроса, чтобы слить эту тему. А Ксения, Ксения Анатольевна, насмотревшись на происходящее в Иркутске и пообщавшись с пострадавшими в результате пыток, она просто сказала то, что она реально думала в тот момент. И сейчас уже недавно средства массовой информации опубликовали видеоотчёты, как измерялось настроение аудитории. Когда она Путину в лицо заявила об этих пытках, которым причастны ФСБ, это был такой самый большой антирейтинг за время всего вот этого четырёхчасового или пятичасового общения с журналистами. Это по нему очень сильно ударило, ему пришлось там троить, какую-то хрень нести, что и во Франции, и в США якобы тоже там также пытают и насилуют. Он был, конечно же, обескуражен. Он оказался, он сел по полной программе в лужу, я сейчас про диктатора, и он был вынужден перед западным миром в тот момент, ещё до войны, делать какие-то реверансы с тем, чтобы как-то дистанцироваться от этого пыточного конвейера. Но, видимо, у него мозгов не хватило окончательно дистанцироваться, и он опять вернулся к этим страшным пыткам и к применению их уже в отношении украинских пленных, за что, я думаю, будет при жизни либо посмертно в любом случае осуждён совместно с генералитетом в СИН ФСБ. Здесь ещё вопрос от Артёма. Спросите у Осечкина про Медведева, который отжигает Норвегия. Слышали, да, историю бывшего в Агентстве? Получил, по-моему, 120 дней ареста, да? Я не только слышал, значит, я очень многое знаю. Ну, первое, для тех, кто ненавидит Медведева и обрадовался, что наконец-то, наконец-то норвежцы гуманные закрыли Медведева. Это не Дмитрий Медведев, я просто поясню. Нет, нет, это Андрей Медведев, который был первым молодым парнем из Вагнера, который сбежал, который начал разоблачать ЧВК Вагнера, ещё находясь в России, кто не побоялся дать письменные показания нашим коллегам в Москве и кто сам сбежал через много барьеров, заборов и замёрзшую речку ночью, по-моему, 13 января 23 года из Мурманской области в Норвегию. Нет, Андрей Медведев не в следственном изоляторе, не в тюрьме, а в день, когда о нём все писали, как о человеке, которого уже посадили на 120 дней лишения свободы, он ехал в поезде домой и, собственно говоря, да, там и вечером ел лазанью его любимой девушки, которая ждёт от него ребёнка и, собственно говоря, которая по этому уголовному делу проходила как потерпевшая, но в суде она сказала, что была конфликтная ситуация, где было много алкоголя, где был бар, где было нападение на самого Андрея, Андрею потом голову зашивали, у меня есть фотографии с его разбитой головой и с наложенными швами, там всё было совсем не так, как описано в документах, и самое важное свидетельство, это девушка, от него ждёт ребёнка, они вместе живут, и она прекрасно понимает, что он хороший парень, который встал на путь исправления, это не… Он много сделал в жизни нехорошего, и его можно осуждать за то, что он был в ЧВК «Вагнер», точно так же, как можно вспомнить его историю с тюрьмой до этого. Но это парень, которого в 11 лет сделали сиротой, пьяный тракторист у него на глазах сбил его маму, потом он видел избиение дома от выпившего отца, который остался без жены, без любимой женщины, с четырьмя детьми в деревне. Были сотрясения головного мозга был дом-интернат, и была вот эта мошенническая государственная система, которая не выдала сироте никакой материальной помощи и квартиры. То есть у него очень сложная судьба, но он старается, он старается, и он старается делать хорошие вещи. Он пытается сейчас найти постоянную работу, он пытается своими руками где-то подрабатывать, что-то зарабатывать, он прекрасно понимает, что через несколько месяцев он станет отцом, и в целом он сожалеет о том, что произошло в том баре с той самой потасовкой, с барменом, и так далее. И насколько я сейчас понимаю, он завязал с алкоголем и настроен на такое начало новой семейной жизни. И они с его любимой девушкой, которая, наверное, станет его женой вскоре, они готовятся стать родителями, и им в этом помогают социальные службы. А приговор этот, вот этот 120 дням к годам лишения свободы, насколько я понимаю, они с адвокатом сейчас обжалуют. И потом, конечно же, там есть еще целый ряд обстоятельств, в том числе позиции этой девушки, которую следствие пытается признать потерпевшей, и которая им говорит, что было вовсе не так, как написано на бумаге. Ну что ж, будем следить из-за этой истории тоже. Мы благодарим Владимира Осечкина, автора и создателя проекта «ГУЛАГУ.НЕТ» за то, что он вышел к нам в эфир. Спасибо, Владимир, и до связи. Всего вам доброго. Спасибо. Всем мирного неба над головой. Быть добро. Мы продолжаем наш эфир.